Здравствуйте. Как у вас проходит подготовка? Очень стараемся. Те же стены, тот же театр, но он уже другой. Сейчас в Казани. Общение с коллегами, репетиции и отдых от съемочного процесса. Я приехал 25-го примерно октября. Отошел ли я? Немножко. Его утвердили на роль Рудольфа Нуреева в ленте «Белый ворон» после кастинга на общих основаниях. Конкурентами были зарубежные и российские актеры. Почему именно он? Олег не знает до сих пор. Как я мог это прочувствовать? Какой он на самом деле человек был? То есть те слухи, те домыслы, которые о нем слышали, это одно. А другое дело, когда ты сам внутри это все хочешь прожить и показать это зрителю. И ты начинаешь понимать, почему он так поступил, а не иначе. Это вы увидите. Внешне он действительно похож на Нуреева, но они совпали не только в этом. После углубленного изучения жизни гения Олег пересмотрел и свою. У него такая вот есть страсть к жизни. Он хотел познать все. Ему было интересно узнать тот или иной третий нюанс. У меня тоже это есть. Но у него, конечно, это просто ярче выражено. Он не всех подпускал к себе. То, что я тоже сейчас делаю. Я не всех подпускаю к себе людей. К сожалению. Съемочный процесс в кино совершенно иной, нежели танцевать на сцене. Актерскому мастерству Олегу учил голливудский актер и режиссер Рэй Файнс. Его слово стало главным на съемочной площадке. Такого доброго, искреннего, честного человека. Просто, наверное, очень мало людей таких я мог встретить. И я его назвал по-разному. И мой титчер, и мой учитель, и мой кинопапа. В общем, по-разному. Но я очень рад, что такая встреча произошла. Съемки проходили в Париже, в Санкт-Петербурге, Белграде. Каким будет сюжет фильма, пока секрет. Известно, что это один из эпизодов жизни Рудольфа Нуриева. Сейчас небольшой перерыв между съемками. Затем они продолжатся. Фильм «Белый ворон» выйдет в широкий прокат. Его увидят по всему миру. Радик Фархулина, Альбина Солгораева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова